Всем привет, дорогие подписчики! С вами снова Гедеон, и вновь мы в подкасте, на этот раз апрельском. Конец у нас апреля, и поэтому нужно огласить наши планы на начало мая и на конец апреля. Итак, дорогие друзья, прежде всего, конечно же, хочется сказать большое спасибо! Нас 25 тысяч! Чёрт возьми, это целый четвертак от 100 тысяч. Ох, я стремлюсь к 100 тысячам. Когда-то, когда-то я даже, ну, представить себе не мог, что у меня будет 10 тысяч. А сейчас у меня 25! 25 тысяч подписчиков вас, дорогие друзья, это офигенно! И я уже начинаю верить, что, может быть, я наберу и сотню. Кто знает, кто знает. С вашей помощью только так. И вновь у меня 4 миллиона просмотров. Все знают эту историю с Seven Sins. В прошлом подкасте я это говорил. Вновь я набираю просмотры, и у меня их вновь 4 миллиона. Да, я сказал 4 тысячи. 4 миллиона, ёлки-палки! Ох, это круто! Это круто! Мы продолжаем развиваться. Всё, что нас не убивает, делает сильнее. Правильно? Именно так, дорогие друзья. Такс, и хочется сказать по всем, конечно же, новостям. Безусловно, безусловно, но... Вначале такие общие, общие новости о канале. Все игры теперь, которые я буду озвучивать, как по примеру последнего эпизода Волк среди нас, я буду выпускать по главам. То есть, почему вот эти серии были такие небольшие? Потому что я выпускал их по главам. Каждая глава будет отдельной серией, вне зависимости от её длины. Хотя обычно они, ну, не особо большие получаются у разработчиков. Они будут каждой отдельной серией. И в конце, как... А, у меня же страничка не обновлена. Ну, давайте-ка сейчас обновим и увидим, что я залил сегодня, 27-го числа. Полный эпизод, третий эпизод залит. Вот, полностью залит. Часть 38 получилась. Полностью соединены все вот эти главы в одну большую серию. Сделана она как фильм. Я некоторые комментарии, которые, ну, считаю лишними, я убрал. И всё больше попытался подогнать под, так сказать, формат фильма. Чтобы это смотрелось как фильм. Кстати говоря, полтора часа, но частенько фильмы столько и идут. Так что, если кто-то хочет смотреть сразу, то смотрите по главам. Я буду стараться выпускать как можно быстрее. Кстати, именно для этого я это и делаю. Ну, и мне кажется, так как-то, не знаю... Мне так больше нравится, в общем. Вы уж извините, если кому-то это пришлось не по вкусу. А многим всё-таки это, конечно, пришлось не по вкусу. Но, честно сказать, не столько потому, что мне это больше нравится, а столько потому, что переводить длинные серии по полчаса, это правда непросто. Правда непросто. Поэтому я решил вот, как бы, уменьшить формат озвучиваемых серий. Это будет применимо только, конечно же, к играм, которые я озвучиваю, безусловно. Все остальные игры будут оставаться в пределах 30-40 минут. Вот так вот я буду стараться делать серии. Ну, вы видите, что я так и делаю сейчас. Всё, кроме того, что я озвучиваю. Итак, да, так что, кто хочет смотреть полностью эпизод, вы просто подождите, пока я всё переведу. В течение там, наверное, я думаю, не больше недели у меня занимает перевод. Так что, вот, где-то так. Всяко быстрее, чем субтитры появляются. Хотя с Волком я затянул, там уже субтитры появились. Но я всё равно то перевёл, то озвучил. Такс, наконец-то движемся дальше. Дальше перейдём сейчас к играм, которые у нас сейчас в процессе. Во-первых, у меня завершились. Многие уже, я думаю, подкаст смотрят после того, как я выложил эти серии. А именно, сегодня я выложил 27-го числа последнюю серию Half-Life 2. Эпизод 2. И на этом немножко лучшие игры, рубрику я приторможу. Потому что сейчас много проектов. Я не успеваю. Не успеваю, поэтому продолжим мы уже, ну, вскоре времени, конечно. Я думаю, после того, как отгремит Watch Dogs, тогда, я думаю, продолжим лучшие игры. То есть, наверное, где-то через месяцок. И будет в лучших играх игра с PlayStation 3. Сразу скажу, что это не Last of Us. Так что, вот, Last of Us у меня, как бы, отдельные на неё планы. Но, тоже, возможно, она будет в лучших играх, но не следующий после Half-Life 2 эпизод 2. Далее у нас Биошок. Практически я закончил, осталось 2 серии. На днях буквально выложу, и Биошок тоже закончен. А это значит, что время начинать всё больше новых игр. Ну и, конечно же, первый Dark Souls. Мы его проходим с Алексом. Нам осталось, ну, где-то серий нам записать штук, наверное, 7, ну, наверное, 8. Вот где-то так. И плюс к этому 25-го числа вышел второй Dark Souls. Так что параллельно будут появляться ещё и серии из второго Dark Souls. Где я буду играть, наверное, не только с Алексом, но и с Демонократом. Будем втроём. Это круто. Это реально круто. Первую серию второго Dark Souls мы уже отсняли. Отсняли? А, да, я что-то подготовил странички, чтобы было прям нагляднее. Вот, второй Dark Souls. Это классная игра. Очень классная игра, я вам скажу. Поумирать придётся конкретно, но и полюбоваться и насладиться этой игрой тоже придётся. Потому что игрушка сделана отменно. Тут уже ничего не скажешь. Ну, не буду раскрывать всякие подробности. Вы увидите всё в прохождении. Хотя хотелось бы уже много чем поделиться интересным. Игрушка отменная получилась. Очень красивая. Я больше всего, на самом деле, в играх люблю красоту. Вот, честно сказать. Больше всего люблю красоту. А игрушка получилась просто отменная. Кстати, это вот где-то в начале игры я там уже бегал. Так. Давайте переходить уже к следующим играм. Вот так вот плавненько. Так вот через второй Dark Souls, который я вроде как начал. Но, вроде как, ещё и нет его на канале. Итак, следующая у нас игра, которую я совершенно забыл пройти. Она вышла 22 апреля. Да, господи, уже забываю, какой месть. Вышла 22 апреля. И называется она Batman Arkham Origins Cold Cold Heart. Это дополнение для Batman Arkham Origins. Сюжетное дополнение. Единственное сюжетное дополнение, которое выйдет. Оно уже вышло. И я совершенно забыл, что оно выйдет 22. Иначе бы я уже давно его прошёл. Там где-то геймплей на полтора часа. И, то есть, я собираюсь выложить её как можно скорее. Меня уже, кстати, спрашивали про неё. Так что, так что ждите. Скоро, скоро, скоро. Совсем, совсем скоро. Будем замораживаться в эти жаркие деньки. Наконец-то, кстати, весна наступила. Наконец-то, кстати, стало тепло. Потому что холод мне уже поднадоел. Но поиграть в холод это всегда весело. Итак, следующая игра у нас... Кстати, да, совсем забыл. Но Batman Arkham Origins Blackgate. Который я обещал. И который обещал в предыдущем подкасте. Который хотел пройти. Я передумал проходить. Потому что слишком низкие оценки. Очень непопулярная игра. Порт Space Vita. Оценки в районе 6. То есть, игрушка явно не очень. Поэтому я решил всё же пропустить её. Хоть мне и нравятся игры про Бэтмена. Но я решил пропустить её. Так. Да и даже никто и не спрашивал меня про неё. Вот так вот. Такс. Далее, далее, далее. Да. Далее мы переходим к новому хоррору Daylight. Который выходит 29 апреля. Через 2 дня и 6 часов. По аналогии с Outlast. Я хочу его попробовать. Потому что Outlast мне понравился. И я думаю, что Daylight тоже придётся мне весьма по вкусу. Вообще, я смотрел. Но игра очень короткая. Но суть её в том, вроде как, что каждый раз при прохождении что-то меняется. Я уж не верю, что там меняются, знаете, все уровни. Но что-то, наверное, всё-таки изменяется. Может быть, расположение там скримеров или ещё чего-то. Так что узнаем, посмотрим. И скоро, совсем скоро, дорогие друзья, я буду кричать из ваших динамиков, как маленькая девочка. Именно то, что вам нравится. Так, и далее, далее, далее. А, о, прекрасная игра. Прекрасная игра нас ждёт под названием Child of Light. Дитя света. Ещё одна чудесная игра от Ubisoft. Я надеюсь на это. Потому как меточки-то у нас уже шедевр стоят. Игрушка будет проходить... Ну, геймплей будет как в трайне. Если кто-то играл. Очень красивая игра. Надеюсь, что и Child of Light тоже, ну, судя по трейлеру, это действительно красивая будет игра. Полностью нарисованная. В общем, очень на неё надеюсь. Ubisoft редко разочаровывает, честно сказать. И это радует. Правда, радует. Что можно про неё сказать? Да ничего нельзя. Я нихрена не знаю, но... Жду от неё многого. Так как я вижу красоту. И эта красота мне нравится. Более того, она будет полностью переведена на русский язык. Выйдет 30 апреля через 3 дня. Так что... Поиграем. Насладимся. Смотрите, как красиво и мило всё. Итак. Ну и дальше мы переходим уже... К играм, которые пока под вопросом. Вернее, одна под вопросом. А вторая точно будет, но не скоро. Первый из них это «Ходячие мертвецы». Третий эпизод второго сезона. Пока нет никаких дат. Ещё раз замечаю. Нет никаких дат. И неизвестно, когда выйдет третий эпизод. Я лишь предполагаю, что он выйдет 6... Давайте откроем календарь. 6 мая. Обычно игры от Telltale, вот после новогодних праздников, они стали выходить во вторник. Где-то в первый или во второй вторник начала месяца. То есть, так как это 6 число, то вот скорее всего 6 мая они должны... Но опять же говорю, неизвестно, может она вообще выйдет в июне. Я без понятия. Но мне кажется, сейчас Telltale, да, вошли в ритм каждый месяц выпускать по эпизоду. То есть, один месяц выходит эпизод Walking Dead, второй месяц – Волк среди нас. Потом Walking Dead, Волк среди нас. Я думаю, что вот так вот будут выходить эпизоды. И если они будут так выходить, то Волк закончится в начале августа, а Ходячие мертвецы закончатся в начале сентября. Ещё раз говорю, никаких дат нет, ничего не спрашивайте. Я не знаю, когда выйдет. Но когда выйдет, поверьте, я буду сразу озвучивать. Потому как игру смотрят, игра многим нравится, и я не могу отказать вам, дорогие друзья. Не могу. Так, ну и следующая игра – это ближайшая игра, которая выйдет у нас в мае. Называется она Wolfenstein New Order. Типа новый порядок. Это возрождение серии Wolfenstein. Древнего, очень древнего шутера. Можете даже не смотреть. Там вот тот графон, который мы сейчас видим. Кстати, здесь даже метка есть, графон. И тот, что был в последней части. Боже мой. Небо и земля, дорогие друзья. Но спасибо им огромное, потому что... Ну, разобочим. Кстати, кто у нас делал? Machine Games, а издатель беседа. О, как. Спасибо им огромное. Посмотрите, насколько качественно. Насколько шикарно сделано. Я прям вспоминаю метро. Вижу это и вспоминаю метро. А это вообще непонятное какое-то чудище металлическое. Вот. И с удовольствием предвкушаю. Посмотрите, как шикарно, да? Просто супер. С удовольствием предвкушаю этот новый шутан. Который выйдет, по-моему, 20 мая ориентировочно. Потому что в стиме еще точной даты нет. Скорее всего, я буду его проходить, если, конечно, беседа не заговнится. Итак. На этом все. С будущими играми и нынешними разобрались. Все проанонсировано, дорогие друзья. Других новостей у меня нет. Хочу в конце сказать, что... Вернее, хочу в конце поздравить всех с наступающими праздниками. С 1 маем. Днем шашлычника. И с, конечно же, наступающим днем победы. Если у кого-то бабушка и дедушка живы. И они участвовали в боевых действиях. Поздравьте их. Поздравьте наших ветеранов. Они это действительно заслужили, как никто в нашей стране. Очень жаль, что правительство не должным образом к этому относится. Потому что этих людей осталось очень мало. И их нужно носить на руках. Поздравьте их, если у вас остались еще бабушка и дедушка. Если они еще живы. И они ветераны или участники Великой Отечественной войны. Ну что же, дорогие друзья. На этом у меня все. Встретимся в следующем подкасте. И, конечно же, в прохождении. С вами был Гедон. Всем спасибо. Всем пока.